Есть такое расхожее мнение, чем менее индустриально развито общество, тем гармоничнее оно уживается с природой. Однако история показывает, что это идиллический стереотип. Достаточно вспомнить аборигенов Австралии, которые выжгли все тропийские леса на некогда зеленом континенте. Они делали это вынужденно, чтобы прокормиться. Сегодня люди по этой же причине отбирают корм у обитателей уникального храговского заповедника Сарчелек. В этом месте, внесенном в международную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО, живут тысячи редких животных. С недавних пор местные жители вступили с ними в конкуренцию за еду. Любимое лакомство кабанов, медведей и белок – грецкие орехи – стали единственным заработком людей. А вековые деревья – возможностью обогреть свои дома. Женщины появились на тропинке заповедника в пять часов утра. Быстрым шагом в темноте они спешат добраться до ореховых лесов раньше всех. Обычно мы еще раньше встаем. Пока дотуда доберемся, рассвет настает. Арзакан, небось все орехи собрала? По пути встречают тех, кто возвращается с ночной смены. Она работает в школе. Днем преподает. Приходится ночью собирать. А мы бездельники. Можем и днем отправиться за орехами. До места назначения добираются по горным тропам ровно два часа. Утреннюю прогулку они называют разминкой перед тяжелым рабочим днем. Да это разве зарядка? Вот спускаться с горы с двадцатью килограммами орехов – вот это настоящая зарядка. Альбинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя. Обычно мы не отдыхаем в пути. Идем без остановок. Вот ради вас передохнуть решили. Что-то журналистка ваша очень отстала. Подождем ее. Заблудится еще. Я пришла на место сбора орехов примерно через полчаса после всех. Сейчас пока в глазах туман. Ни одного ореха я еще не нашла. Вот так нужно чистить кожуру. Некоторые орехи гнилые, черные. Их нужно выбрасывать. Разные плоды попадаются. Ногти. Видите, какие черные становятся. А что поделать? Надо чистить. Ногти ломаем. Кожа рук трескается. Но и без этого нельзя. Нужно их подготовить на продажу. Как только спустимся с гор, нужно продать их. Тяжело все это добро домой нести. Гущи ореховых деревьев кто-то устанавливает палатку. Видимо, решили остаться тут надолго и всерьез. Ну, в этой палатке могут четыре человека переночевать. Оказалось, это молодожены. Джанат с молодой супругой решили провести медовый месяц в горах. Совместить приятное с полезным для семейного бюджетом. В день примерно по 20 килограммов каждый собирает. Молодые планируют пожить тут две недели. Каждые два дня Джанат с собранным добром на перевес спускаются на лошади в село. Сейчас отвезу домой и на обратном пути захвачу продукты для ужина. Вечером всех сборщиков ореха у подножия горы встречает сам егерь. Его уже никто не боится. Да и он не особо строг к браконьерам. Там еще кто-нибудь остался? Да, три женщины и еще несколько ребят. Но вы уже прекращайте. Меня заставляют писать протокол и ловить вас. Очередное совсем не грозное предупреждение и никакой реакции. Сбор орехов запрещен. Орехами должны питаться дикие животные, живущие в заповедной зоне. Есть приказ, согласно которому мы не должны пропускать сюда посторонних. По закону мы должны забирать у них орехи, составлять протокол и выгонять отсюда. Но у нас рука не поднимается. В основном бедные семьи сюда приходят. Школьники. Плачут, жалуются на жизнь. Ну как мы против односельчан пойдем? В благодарность каждый сборщик ореха должен оставить егерю по три килограмма орехов. Но и такой благодарности не дождешься, сетует Нурагбай. Ну есть те, которые сдают по килограмму. Вот этот байк я вчера вообще не сдавал. Ушел от меня. Сбывают собранное обычно тут же, возле дома егеря. Но сегодня нет покупателей. Значит, нужно искать самим. Найти покупателей можно в соседнем поселке. Здесь несколько домов скупщиков орехов. Они потом, в свою очередь, переправляют лесную продукцию на городские рынки. Сегодня женщины собрали орехов на тысячи сомов. Это месячная зарплата егеря и недельный рацион дикого кабана. А когда закончится сезон орехов, люди опять потянутся в лес. Но уже за дровами. Жители понимают, что завтра могут лишиться и лесов, и растений, и диких животных. Но им приходится думать, чем же сегодня прокормить себя.